Сочинская администрация Здравствуйте, я Инга Габеша и на канале ФКТ «Время программы в курсе». В этой студии мы говорим на самые разные темы, затрагивающие интересы всех сочинцев. Сотрудники нового управления не просто специалисты, а муниципальные инспекторы, в обязанности которых, помимо мониторинга за соблюдением законодательства, входят полномочия по составлению протоколов об административных правонарушениях. О преступлении, правда, административном и наказании мы поговорим с начальником управления административной инспекции администрации города Сочи. Наш гость сегодня Константин Петров. Здравствуйте, Константин Александрович. Добрый день, я Инга. Итак, управление административной инспекцией новое в структуре администрации города. Для чего оно создано? Ну, вы знаете, город Сочи интенсивно развивается в последнее время и благоустраивается. С этим развивается и законодательная база по наведению санитарного порядка, по поддержанию комфорта в городской среде. Городским собранием не так давно были приняты новые правила благоустройства и санитарного содержания территории города Сочи. Управление является органом муниципального контроля, которое контролирует соблюдение данных правил. Этот документ ставит и новые задачи, в том числе перед администрацией. Основной функцией управления является муниципальный контроль за соблюдением правил благоустройства и санитарного содержания. У нас впервые в городе внедрен институт так называемых муниципальных инспекторов, то есть работники нашего управления являются муниципальными инспекторами. Ихняя задача в том числе и мониторинг улиц города Сочи на предмет соблюдения правил чистоты и порядка. Также у нас на постоянной основе ведется работа с организациями, с гражданами, в основном разъяснительная. В случае выявления нарушений нарушители привлекаются к административной ответственности. Одно из направлений вашей деятельности, которое, так сказать, попало под прицел наших камер, это борьба с незаконной рекламой. Ее демонтировали и на набережной, и с помощью альпинистов на фасадах высоток. Неужели столько нарушителей в Сочи? Вы знаете, Инга, развитие торговли и в первую очередь строительного рынка приводит к тому, что обилие рекламных объявлений, размещаемых во первых на объектах, в первую очередь на многоквартирных домах, оно значительно выросло. Размещение это, как правило, самовольное, никаких разрешений и согласований не получается. Для этого в управлении работает отдел по контролю за объектами наружной информации. В первую очередь хотелось бы отметить, что достигнуты положительные договоренности с участниками риелторского рынка города Сочи. В основном это крупные компании, с которыми было несколько встреч. Они провели работу разъяснительную со своими работниками. Ну, как правило, у нас остаются риелторы, которые находятся в тени, которым, как говорят, закон не писан. Но также ведем работу, выявляем этих лиц, привлекаем к ответственности. А что касается выявленных незаконных баннеров и перетяжек, то они демонтируются, нарушители привлекаются к административной ответственности. А размещение больших баннеров со словами «продается» и номерами телефонов в окнах и под окнами домов нарушения? И по бегущей строке кто и где имеет право ее размещать? Размещение подобных объектов в окнах домов и на фасадах, оно незаконно и в первую очередь наказуемо. Также хочу отметить, что если речь идет о рекламных конструкциях, то эта деятельность регулируется федеральным законом о рекламе. Ответственность же за самовольное размещение баннеров на фасадах многоквартирных домов предусмотрена частью 7 статьи 3.2 закона Краснодарского края об административных правонарушениях. Ответственность для граждан 2 тысячи рублей, для юридических лиц до 20 тысяч рублей. Если речь идет все-таки о незаконных рекламных конструкциях, то ответственность у нас уже предусмотрена Кодексом Российской Федерации. Это статья 14.37. Этой работой занимаются сотрудники полиции. Штрафы, хотелось бы отметить, по этой статье, если мы говорим опять же о незаконных рекламных конструкциях, составляют для юридических лиц от полумиллиона до миллиона рублей. За получением согласования рекламных конструкций заявителю необходимо обращаться в департамент оформления дизайна городской среды администрации города Сочи, либо комитет по наружной рекламе. Размер пошлины за выдачу разрешения, он невелик, составляет 5 тысяч рублей. К ответственности нарушители привлекаются ежедневно. Мы можем сказать, сколько благодаря такой работе было разобрано вывесок баннеров, бигбордов? Ну, работа эта сейчас ведется на ежедневной основе. Вопрос стоит в нашем городе достаточно остро. Мы с вами видим какие-то положительные моменты, по которым объектом работали инспектора, где реклама убрана полностью. Те же вывески, информация, телефоны, растяжки. В первую очередь работа пока разъяснительная. То есть с введением ответственности и новых каких-то правил ведется работа разъяснительная. Как правило, люди не знают о той ответственности, которая есть. И идут навстречу, сами устраняют нарушения. Нарушители, которые никак не реагируют, да, безусловно, они привлекаются к ответственности. Ежедневно составляются протоколы. То, что реклама двигатель торговли никто не отрицает, но выглядеть она должна грамотно, а не захламлять улицу курорта, как это происходит сегодня. Поэтому давайте, наверное, напомним нашим предпринимателям, желающим обозначить свой бизнес в городе, куда им необходимо обращаться за законным разрешением. В первую очередь нужно обращаться в Департамент оформления и дизайна городской среды, либо в Комитет по наружной рекламе. Порядок достаточно простой. Существует административный регламент по выдаче, есть четкие сроки. Если ваша конструкция не противоречит нормам действующего законодательства, вам выдается разрешение. Ну, может, тогда скажем сразу, что противоречит нормам законодательства? Какая реклама не имеет места быть в нашем городе? Ну, мне в первую очередь, как лицо, осуществляющему контроль, хотелось бы отметить, что самовольное размещение на фасадах вывесок и растяжек с телефонами, надписями «продаю», «сдаю», «аренда» — это в первую очередь незаконно. Ну, и все должны сами понимать, что одна-две растяжки, внешний облик зданий портят существенно. Какая реклама сейчас считается законной? Что касается законной рекламы, такие вопросы и поступают, в том числе, к нам. Где рекламировать свои услуги? У нас на территории города Сочи существует огромное количество компаний, которые оказывают услуги, стендов, штендеров, которые согласованы в установленном порядке. Эти организации на коммерческой основе размещают рекламно-информационные материалы и оказывают услуги нашим и предпринимателям, и населению. Пожалуйста, обращайтесь к ним и соблюдайте закон. То есть, лайтбоксы, крупные буквы, и все это… Ну, речь идет в первую очередь о том, что существуют ингопрофессиональные игроки, которые знают, как это правильно разместить. У них есть законные конструкции, на которых они размещают рекламу своих клиентов. И хочу еще отметить, если вы размещаете рекламу на своем объекте, то, опять же-таки, существует регламент, обращайтесь в администрацию, согласовывайте эту рекламу, получайте разрешение и, соответственно, не нарушайте законы. Сегодня в Сочи меняется и схема размещения наружных рекламных конструкций. Совсем скоро каждая из них будет нанесена на топосъемку. То есть, получается, что реклама не только будет выглядеть по-новому, но и формироваться? Правильно вы отметили. Абсолютно недавно общались по этому вопросу с администрацией. Действительно, планируется в будущем году проведение конкурса. Возможно, будет сокращение рекламных конструкций, приведение в какой-то порядок. Соответственно, будет пересмотрен полностью подход. Контроль, конечно, необходим. К примеру, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев регулярно проводит так называемые часы контроля. То есть, проверяет выполнение поручений. А оказывается, что некоторые из них не выполнены. За это строгое наказание. Предлагаю посмотреть видеосюжет. Темы этого заседания заранее знают только специалисты контрольного управления. Для всех остальных до последнего карты не раскрывают. Кому на этот раз придется ответить за невыполненный в срок поручения, озвучивает руководитель ведомства Максим Туровец. Список двоечников и на столе у главы региона. В нем муниципалитеты, которые не успели или не захотели воспользоваться помощью края. Местные власти не провели вовремя конкурсные процедуры или торги, соответственно, не подписали контракты на необходимые в муниципалитете работы. Поэтому выделенные деньги им пришлось вернуть в краевой бюджет. Неосвоенные средства – это километры неотремонтированных дорог, неблагоустроенные улицы. Денег в бюджете, понятно, в любом бюджете, да и в федеральном не так много. Но если деньги выделяются, как можно их вернуть в бюджет? Вы хоть на кого ссылаетесь? На антимонопольную службу? На что-то еще? Ничего не принимается. Деньги выделены. Кому-то мы не дали, вам дали. Я тут одно не могу понять. Или уже отвыкли, потому что денег не было, качественно готовить документы на торги. Или другие. Есть задачи у отдельных чиновников муниципального уровня. Министру финансов, когда говорю, там, где явно есть система, когда район возвращает деньги, просто его не додавать, да и все. Ни на какие вещи. А жителям района я сам объясню, почему это происходит. Ничуть не меньше вопросов финансовых Вениамина Кондратьева интересует, когда решатся проблемы с утилизацией мусора в отдельных районах. В одной из рабочих поездок губернатора в Уст-Лобинск жители попросили помочь с рекультивацией свалки в хуторе Двубратский. Огромная территория с твердыми отходами горит довольно часто, погружая практически весь населенный пункт в облако Гари. Вы сделаете так, что, по крайней мере, чтобы свалка хотя бы напоминала по отдельным каким-то очертаниям полигон, и самое главное, хотя бы не горела. Но если, конечно, она горит, то это все же люди дышат из поселка. Но это же на самом деле вы сами поставьте себя на их место и поймете. Максим Иванович, что у нас там по срокам по этому поручению? По этому поручению был срок один месяц. Он уже давным-давно вышел, мы постоянно выезжаем туда. Андрей Иванович, когда здесь было поручение, поднимите стенограмму, тогда докажите тех виновных, а здесь они уже виновны, то ничего здесь не предпринял. И кому было поручение? Я уверен, они до сих пор еще работают. Коллеги, ну такая работа не нужна. Вы мне хоть сто раз объясняете, что это нужные люди, незаменимые, ненужные это люди, изаменимые. Надо с ними расставаться, быстрее новых найдем. Молодых, может быть, необстрелянных, но лучше мы будем год находиться в состоянии обучения, аж чем пять лет саботажа. Это не я прошу, это люди просят. Люди. Каждое поручение – это по большей части просьбы самих кубанцев, напоминает Вениамин Кондратьев. И в интересах жителей нужно решить судьбу большого участка рядом с парком «Солнечный остров». После многочисленных споров, быть там гольф-клубу или нет, зеленую зону удалось отстоять. Участок почти в 200 гектаров. Глава региона предлагает объединить вместе с существующим парком. Но самое главное – без права строительства там капитальных зданий. Первое, что необходимо сделать – это «Солнечный остров» должен быть парком. Сергей Владимирович. В настоящий момент по генплану, по проекту города Кондратьев это будет полностью зеленая зона. Кроме того, городом Краснодаром предусмотрено распространение различных насаждений, посадка. Еще раз, объедините его с существующим парком «Сорголетие Победы». Пусть будет таким городским лесом отчасти. А потом уже думайте, как его благоустраивать, как там его озеленять, как его сделать комфортным для горожан. Для горожан, в первую очередь, должна появиться одна общая, особо охраняемая природная территория. А дальнейшее уже в освоении, и что мы планируем там делать, это вместе с жителями Краснодара. Нужна ли им благоустроенная эта часть, или, может быть, они хотят побыть в благоустроенной, но такой естественной природе, которая и была. Это уже как решат жители. При выполнении поручений не может быть сухого формализма, требует глава региона. И уж тем более их нельзя просто так снять с контроля или забыть с течением времени. Ведь от каждого зависит комфорт жителей края. Пробки, нервы и утро уже не совсем доброе. Так начинается практически каждый будний день жителей краснодарских поселков в районе восточного обхода города. Курортный сезон подходит к концу, но свободнее становится не на всех дорогах. Как мы можем наблюдать, кто-то едет по обочине. Я еду, не нарушая правила. Пока не знаю, сколько буду стоять в пробке, чтобы доехать до улицы Уральской. На эту трассу М4 Дон стекаются автомобили из Знаменского и Новознаменского. Лориса Пригородного в планах мэрии построит там еще один жилой микрорайон. Больше, чем на 20 тысяч человек. Как в таком случае не допустить транспортного коллапса, этот вопрос поднимают на часе контроля. Создание комфортных условий для кубанцев – одно из самых долгосрочных поручений губернатора. Вениамина Кондратьева интересует не только решение дорожных проблем, но и наличие необходимых социальных объектов. При этом обращая внимание на ошибки при застройке московского микрорайона. Пока не начали котлован копать при этих поселках Знаменский и Зинопольский, покажите мне, достаточно ли там будет школ, детских садов, поликлиник, парковок и транспортная инфраструктура, которая позволит без пробок добираться до этого микрорайона. Уже Росавтодор подтвердил, что они будут получать дополнительное финансирование по федеральному бюджету по строительству двух путепроводов непосредственно с левым поворотом на поселок Знаменский. Более того, есть проектная проработка у нас. Это виадук со стороны Комсомольского через железнодорожный переезд в створе с улицей Богатырской, который позволит нам связать непосредственно Знаменский поселок, связать его с восточной промзоной, с выходом непосредственно в Комсомольский микрорайон. Но не все застройщики готовы осваивать новые территории. Многие выбирают путь полегче и начинают возводить высотки прямо в зеленых зонах, всячески обходя законы. По такой схеме многоэтажки собираются строить в Новороссийске по периметру парка имени Фрунзе. Изначально лет 20 находился ресторан. Ресторан и целевое назначение было под ресторан, рыцарский зал так называемый. Потом они там продались, перепродались. И в кадастровой палате, ну, без нас, без участия поменяли целевку, поменяли под многоквартирный жилой дом. Естественно, мы обжаловали эти решения. Вот с того момента начались все тяну, судебники. Этот дом там не будет строиться, только потому что, на самом деле, есть уже традиции Новороссийска, есть от парка. В парке уже не надо дома строить, уж точно там Новороссийск. Потому что эта земля такая, это город-герой. И вот в городе-герой никто командовать не будет, кроме закона избранной власти. Активная застройка и в бухте Инал. В поселке возводят дома отдыха и гостиницы. Но их будущие владельцы почему-то не всегда задумываются о коммуникациях. Есть примеры, когда сток канализационных вод организован прямо в реку, которая потом впадает в море. Ситуация, которая просто не должна быть ни в одном населенном пункте Кубани, требует губернатор. Разобраться в случившемся Вениамин Кондратьев поручает своему заместителю, курирующему вопросы строительства и ЖКХ Андрею Алексеенко. Особенно побережье касается Андрея Анатольевича. То есть, надо максимально еще раз собраться, провести совещание по всем новым строительствам, которые идут вдоль побережья. То есть, куда уходит канализация, куда уходят сточные воды. Если современные системы очистки. Если их нет, и все организовано по старинке в реку или в море. Вот еще раз подчеркиваю, такое строительство нам не нужно. Такие новые отели и жилые многоэтажные дома, даже одноэтажные, не нужны. Но час контроля – это не только проверка невыполненных задач. На совещании глава региона отметил и положительные примеры исполнения поручений. В Вановском сельском поселении Тбилийского района, например, не только качественно и в строк реконструировали дом культуры, отремонтировали дороги. Там удалось сэкономить деньги и привести в порядок тротуары. По мнению Венемина Кондратьева, такое же отношение к своей работе должно быть у каждого руководителя всех уровней. Снова вернемся к Сочи. Если было четкое указание, а нарушитель его не выполнил, будьте добры, напомните еще раз о суммах штрафа или иных наказаниях. И вообще, что вы вправе противопоставить нарушителю? Ну, ответственность предусмотрена у нас статьей 3.2 закона Краснодарского края об административных правонарушениях. Составов там достаточно много. Штрафы для граждан, конечно, не так велики. Для юридических лиц наказание размеры несколько иной. В первую очередь, еще раз повторюсь, нашим управлением принимаются меры, в том числе и по профилактике. С нарушителями ведутся разъяснительные беседы. Если касается каких-то незначительных правонарушениях, имеется такая же санкция, как и предупреждение. Ну, в любом случае, инспекторам составляется протокол, передается на административную комиссию, и комиссия принимает решение о назначении размера штрафа либо предупреждения, согласно санкции, предусмотренному закону. Мы слышали, что штрафы могут доходить и до миллиона. Ну, что касается штрафа до миллиона рублей, то опять скажу, что это за нарушение закона о рекламе, статья 14.37 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации за незаконное размещение рекламы. Данной работой занимаются сотрудники полиции. Санитарное состояние города, за этим вы тоже следите. К кому чаще возникают претензии? Знаете, к сожалению, многие жители города не считают необходимым соблюдать санитарный порядок. Это относится и к мусору на улицах, и к неочищенным стокам, и к состоянию строения территорий, находящихся в собственности наших гаража. Наша задача – своевременно реагировать на такие нарушения. Кроме того, по поручению главы города Анатолия Пахомова сейчас ведется работа с управляющими компаниями по наведению порядка на придомовых территориях многоквартирных домов. Есть ли такие подразделения, как ваши, в структурах муниципальных органов власти других городов? Возможно, делитесь опытом? Ну, однозначно хочу отметить, что такая работа ведется во всех муниципальных образованиях Краснодарского края. Мы же в первую очередь руководствовались положительным опытом города Москвы и города Казань. Также хочу сказать, что теми наработками, которые у нас уже есть, мы также делимся с коллегами, постоянно общаемся, что-то привносим новое в нашу работу, что-то берем успешное у наших коллег других муниципалитетов. А есть ли у Сочи своя специфика нарушения, если так можно выразиться, например, в сравнении с другими городами нашего края? Инга, в отличие от других регионов, мы с вами знаем, что в Сочи постоянно приезжают туристы. Это и зимой, и летом, и в любое время года. К сожалению, многие туристы не знают специфики местного законодательства и нарушают. Они ссорят, мусорят и, как говорится, за собой не убирают. Что касается наших жителей, ну, тоже не отличаются они образцовым поведением. Картина нарушений, она достаточно разнообразна. Это и мусор, выбрасывание в неустановленных местах, ста работа, которую мы постоянно ведем, и сброс неочищенных стоков на рельеф и почву. И мы уже с вами говорили, это незаконная реклама, растяжки, вывески на фасадах наших домов. Хочу отметить о той работе, в том числе и разъяснительной, которую мы ведем. Мы будем вводить сейчас большую программу профилактики, то есть информацию через СМИ доводить до наших жителей, через интернет. И в основном наша работа, конечно, сейчас направлена на разъяснение. У жителей нашего города достаточно большое количество вопросов. Не так давно мы занимались усиленно работой по борьбе с самовольным размещением растяжек на фасадах. И у многих жителей недоумение. То есть они задают вопросы, где это согласовать. И тяжело объяснить, что не могут быть согласованы такие способы рекламы. У нас существует интернет-пространство, где можно рекламировать свои объекты, специализированное агентство, либо иные другие способы, которые законны абсолютно. Поэтому в первую очередь это профилактика. Конечно, если нарушитель у него злостный, это выявление и пресечение. То есть можно сказать, проводите своеобразный ликбез. Да, конечно. Жители не знают закон. Да, конечно. Абсолютно верно. В первую очередь все сотрудники, все инспектора настроены. Доброжелательно. Если вы встретились, скажем так, увидели инспектор, он к вам подходит с какими-то вопросами, не стесняйтесь, задавайте. Они настроены в том числе и на то, чтобы вам разъяснить, за что наступает ответственность, какое нарушение совершили вы. Вам все будет сказано, разъяснено. Вы можете обратиться и к нам в управление, в инспекцию подойти, мы какие-то вопросы вам расскажем. Поэтому работа ведется. В том числе и работа по разъяснению тех органов, которые согласовывают то ли, либо иное разрешение выдают в случае, если обнаружено было нарушение, которое пресекает инспектор. Не подводили вы какие-то итоги уже? С образованием вашего управления изменилось ли что-то в городе? Ну, я думаю, работу нашего ценят, наверное, в первую очередь жители. Какие-то есть моменты наглядные, они видны. С вами мы сами все это видим. Что касается каких-то итогов в цифрах, я думаю, подводить рано. Мы работаем всего лишь полтора месяца. Соответственно, я думаю, что работа наша будет продолжаться. И с каждым днем, недели, месяца мы увидим, как наш город преображается. И в том числе хочу отметить, что работу эту ведут и все сотрудники администрации и учреждений. Проводятся постоянные мероприятия, обходы улиц. Мы с вами видим, как в лучшую сторону, я надеюсь, меняется наш город. Спасибо вам огромное, Константин Александрович, за ответы на вопросы и интересную беседу. Спасибо. Удачи. Напомню, гостем нашей программы сегодня был Константин Петров, начальник управления административной инспекции администрации города Сочи. На сегодня все. Будьте в курсе всех событий своего города. И до встречи в эфире. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...